Добро пожаловать на нашу презентацию о сборе использования информации о входах. Меня зовут Тука Хаструб из компании SproutWrest. Я сделал приложение Gatesolve с моим коллегом Хенри Хесею. Теперь я передам слово Йохану Линфвесту о инструменте о сборе данных. Итак, меня зовут Йохан Линфвест из форума Вюрем Хельсинки. Форум Вюрем Хельсинки – это инновационная компания, которая спонсируется городом. Мы пробуем разные штуки, связанные с умными городами. Вот в том числе пытаемся улучшить городскую логистику. В этом году была пара проектов, связанных с прокладкой маршрутов последних 50 метров. Вот в 2018 году мы в проекте сделали первую версию проекта, которую мы вам покажем. А сейчас в проекте «Информация по доступности логистики» до следующей весны мы будем улучшать наш проект. Вот мы запускаем несколько пилотных проектов в разных областях логистики. Какую проблему мы вообще решаем? Вот обычные программы по навигации довольно хорошо доведут вас до нужного района, нелегко до здания. Но они не говорят, где находятся входы, место, которое вам нужно. И что там вообще вокруг происходит. Есть ли там какие-то барьеры, ворота. И мы хотели посмотреть, можем ли мы предоставить эти данные. И насколько это поможет водителям доставки. Оказалось, что OpenStreetMap довольно хорошая модель данных, которая может хранить все данные, которые нам нужны. И также использовать их в прокладке маршрутов. Но самих данных в ВОСМИ не было. Так что мы решили сделать приложение для навигации и для сбора данных. Под сбором данных мы имеем в виду, что мы идем на улицу и ищем эти входы. Потому что на других источниках, например, спутниках-снимках, их нельзя увидеть. Так что мы попробовали несколько разных инструментов, но ничего нам не понравилось для наших специфичных целей. Так что решили разработать собственное приложение. О, привет. Сейчас я дам небольшую короткую демонстрацию нашего приложения. Вот я стою напротив входа в стартап-центр. Вот у нас здесь куча зданий. Это бывший комплекс лечебный. И для этих зданий очень важно наше приложение. Давайте задокументируем арку за моей спиной. И для начала возьмем фоточку. На фоточке я хочу, чтобы был какой-то контекст, все вокруг этого арки, чтобы водители узнали этот вход. Вот, если фотография подходит, я жму кнопочку и размещаю ее на карте. Как видите, моя GPS-позиция слегка в стороне. Вот, и, разумеется, я стою не прямо в арке. Так что я перетаскиваю координаты в нужное место. Выбираю. Так, и теперь мне нужно связать эту точку с тем, что уже есть в OpenStreetMap. Вот, здесь можно связаться с воротами. И также с адресом этого комплекса. Все готово. И теперь я выберу, что именно я сфотографировал. Это вход. Вот, я сделаю вход. Укажу, что публичный доступ. Вот, что там нету никаких домофонов или ключей. Вот, я бы измерил, но забыл свой сантиметр дома. Придется возвращаться. Вот, все готово. Сохраняем. Видим, что фотография загружается. Она уже там. И вот мы можем нажать и увидеть, что она уже на карте. Вот. И информация, которую я ввел, ее можно скопировать и вставить, например, в OpenStreetMap. Также можно приблизить разные детали изображения, чтобы рассмотреть их. Ну, собственно, вот. Теперь давайте пойдем дальше. Следующие фичи. Здесь рядом со входом видим эту информационную карту. Ее стоит добавить на карту, потому что там часто свежая информация о проходах, проездах внутри территории. Делаем мою фоточку. Так, картинка нормальная. Давайте разместим ее на карте рядом со входом. Карта документирует, собственно, весь адрес. Вот, укажем, что это информационный щит. Карта. Все, сохраняем. Картинка загружается. И вот мы видим новую точку на карте. Посмотрим. Можно нажать. Ну да, вот, собственно, карта. Супер. Здесь заметно, что происходит, когда у нас нет информации об ограничениях для входа. Кто-то машины зацепил. Ну, собственно, мы во внутреннем дворе. И вот у нас следующая информационная карта. И, как это обычно происходит, схема адресации уже обновляется. Вот, так что, нужно теперь сохранить эту карту. Сделали опять фоточку. Так, опять все то же самое. Размещаем ее на карте. Так, примерно здесь. Как видно, моя GPS появится вообще очень далеко. И теперь мы обнаружили, что прошлая карта уже устарела. Так что, хорошо бы ее убрать с карты. Устарела. Вот так. Ну, пойдемте к следующей точке. Так, здесь мы рядом с главным входом в стартап комплекс, а также в ее ресторан под названием Стартер. Вот, давайте задокументируем вход в ресторан и в комплекс. Вот так. Опять, как обычно, начинаем с фотографии. Размещаем на карте. В этом случае у нас все точки уже в OpenStreetMap. Так что я их просто свяжу. Так, значит, это укажу как вход. Это общественный вход. Главный. И сохранить. Готово. Так, создается точка. И открываем. Вот, собственно, фоточка. И можно указать заведение, которое там есть. Ресторан Стартер. Вот, поскольку я уже связал с точкой, то название у нас уже есть. Сейчас выбираем тип. И здесь я могу указать часы доставки. Но сейчас, пока у меня их нет. Так что, сохраняем пока. Вот, эта информация сохранится в нашей собственной базе данных. Не в OpenStreetMap. Теперь мы задокументируем вход для доставки. Опять же, фоткаем. Да, делаем фотографию с небольшим контекстом. Указываем расположение. Так, этот вход уже в OpenStreetMap. Так, и выберем кампус и ресторан. Ну и официальный адрес. Так, указываем информацию о входе. Это вход для доставки. И сервисный вход. Вот так. И сохраняем. Так, точка обновлена. И теперь мы можем связать заведение со входом. Вот, выбрать входы и как они используются. Вот, в этом случае это главный вход. Не используется для доставки. А используются для клиентов. Только клиенты. Так, и свяжем, привяжем другой вход. Вот, вот этот доставка. Указали его как главный вход для доставки. Вот. Ну, в зависимости от вида транспорта, на котором вы приезжаете, вы не всегда можете разговариваться сразу перед входом. Так что нужно закартировать еще места для разгрузки. Вот, чтобы это сделать, опять делаем фоточку. С как можно большим количеством контекста. Чтобы было информативно для водителей. Связываем это с адресом. Это место для разгрузки. Вот, не вводим больше никакой информации. Загружаем. Теперь. Точка на карте. И теперь можно связать эту точку со входами, которые точка разгрузки обслуживает. Вот, связываем с обоими входами. Так. Раньше мы видели, что через арку не очень удобно въезжать, если у вас большой грузовик. Так что теперь я стою рядом с более широкими воротами, через которые можно проехать к тем же входам в тот же двор. Вот. Так что теперь я буду связывать входы с местом для разгрузки, который мы сделали. Вот, мы выбираем ту же арку. Вот. И вот это более широкие ворота. И все. Спасибо, Йохан. Вот. Теперь, когда мы собрали данные, я покажу, как мы их используем. Gatesolve – это приложение для поиска подходящего входа. Немного о себе. Я программист, специфируясь на открытом коде, открытых данных и API. Я участвовал в Code for Europe. С тех пор помогаю организациям пользоваться OpenStreetMap. Digit Transit. Я сделал этот проект. Полностью открытый платформа и сервис для планирования поездок. Включаем мультимеданную прокатку маршрутов через OSM в OpenTrip Planner. Она ищет входы с помощью движка PLAIS и использует векторные тайлы из OpenMapTiles. Также я немного поучаствовал в правительственной инициативе починить местные адреса. И сейчас правительство думает, стоит ли им собрать информацию о входах, чтобы пожарные и скорые знали, как правильно подъезжать к адресам. Когда вы открываете приложение GateSolve, вы видите карту входов. В зеленом вы видите написаны номера домов, корпуса. Также здесь можно найти адрес и построить маршрут для доставки. Когда вы ищете адрес, включая корпус, то вы увидите маршрут прямо для используемой для доставки. Теперь давайте посмотрим, как водитель доставки может воспользоваться этим приложением. Вот, то есть я в приложении вижу, что вокруг меня находится. И когда я еду на велосипеде или на грузовике, полезно знать, как подъехать к нужному входу. Вот, если повезет, я знаю, что нужно подъехать ко входу C. Я нажимаю на него на карте, вижу форечку, немного информации, и я могу указать это как точка назначения. И приложение построит маршрут и отобразит все сложные места, потенциальные проблемы на карте. Здесь, видите, высоследный знак. Если я нажму на него, увижу вот эту арку и как она выглядит. Вот так, что могу спонировать маршрут заранее. В прошлом году мы получили отзывы от водителей доставки, которые сводились к тому, что мысль хорошая, но чего-то не хватает. Чего именно? Например, двусторонняя интеграция с первым приложением Oilmap. Чтобы можно было смотреть фотографии входов и преграды, но также добавлять фотографии и комментировать. Также мы добавили карточку заведения. То есть мы нажимаем на ресторан старт и видим список входов и мест разгрузки. И если мы выбираем вход, то карта отфильтрует пешеходные маршруты. И еще кое-что про точки доступа. Вот черные точки на карте. Это рекомендуемые точки подъезда с ближайших улиц. То есть, если вы на машине, можете доехать от черных точек до голубой точки разгрузки и потом пешком дойти до зеленой точки входа. Ну и будет тоже модель данных. То есть, например, у нас есть заведение А с двумя входами. Один для больших доставок, а другой для мелких и для посетителей. И заведение Б, которое использует тот же второй вход, но только для клиентов. А третий вход для всех доставок. У каждого входа может быть зона разгрузки. И у зоны разгрузки есть точки входа, въезда. Кто и что собирает? Ну, по идее, все должны собирать курьеры-водители доставки. Чтобы данные были свежие. Но, чтобы запустить проект, в прошлом году мы запрягли 20 студентов на две недели. Вот, летом. В этом году мы найдем 10 студентов на три недели. Вот, и какие-то числа. Мы собрали где-то 6 тысяч фотографий. Из них где-то 5700 входов. Всего в хессинге где-то 30 тысяч. Так что одна шестая примерно. Вот так же почти 2000 лестниц, 600 барьеров и 240 информационных щитов. Сложности, с которыми мы столкнулись, например, входы не на контуре зданий. Например, вот здесь красный вход находится в проходе под зданием. Чтобы смоделировать, нужно использовать теги buildingpart, но это не на контуре зданий. Мы, конечно, поддерживаем buildingparts, но очень сложно определить, что, скажем, этот вход принадлежит голубому зданию, а не зеленому части здания. Хотя, если посмотреть сверху, то это общая точка. И немного идей для будущих проектов. Мы могли бы интегрироваться с каким-то существующим редактором или API, чтобы было проще редактировать эти данные. Можно связать входы в OpenStreetMap с элементами вики-данных, чтобы у входов были уникальные идентификаторы. Можно хранить в вики-данных связь входов и заведений. Можно бы расширить проект, чтобы также отслеживать персональную доступность, например, для колясок. Ну и стоит улучшить наш навигационный движок. Так что приглашаем вас оставить отзывы, например, что и как стоит хранить в OpenStreetMap. И давайте закартируем все входы в наших приложениях. И помогите нам улучшать наше приложение для навигации. Весь исходный код на GitHub. И много информации есть на вики-страничках ОСМ. Спасибо и привет из Хельсинки. Ждем докладчиков на вопросы-ответы. И вот мы вместе с Теханом и Тыка. Интересный доклад. Так, готовим вопросы. Первый. Выберите, кто вы будете говорить. Сложно ли было работать с водителем доставки? То есть хотят ли они вообще участвовать в картах? И как вы вообще на высоком уровне с ними работали? Может с организациями? Да. Ну, да. Водители все время заняты, так что нужно было облегчить им работу по максимуму. Ну, да. Водители заняты. Так что мы сейчас собираем основную информацию. И водители какие-то уточнения вносят. Вот, но важно одобрение их начальства, что, типа, да, можно тратить время на это приложение. Ну, иногда есть свободное время, и мы можем провести длинное интервью, чтобы понять, как люди используют наше приложение. То есть вы работаете с индивидуальными партнерами доставки, вы планируете расширить свой охват? Я имею в виду, это не стартап, это только проект. Вот, то есть мы не очень с многими компаниями общались. Вот, то есть мы пока запускаем наши пилотные проекты и планируем общаться с другими компаниями. Да, я работал с разными видами компаний доставки, и индивидуальными курьерами, и грузовая доставка. Вот, отсюда появилась такая сложная модель доставки. Ну, пока что просто квартиры и дома. Как вы работаете с OpenStreetMap? Как вы интегрируетесь? То есть как вы работаете с сообществом OpenStreetMap? Может быть интегрируете свои данные в ОСМ-заметки? Да. Значит, заметок. В принципе, можно, если вы хотите, действительно. Мы как-то… Ну, мне кажется, что это будет слишком много информации. Слишком много информации микромаппинга. Вот, поэтому кажется, что лучше, чтобы оно все-таки было отдельно. Вот, ну, если вы хотите какие-то наши данные, то мы будем рады поделиться. Свяжитесь с нами и придумаем заметки или данные, что угодно. Так, еще один довольно важный вопрос. Может ли ваше предложение помочь людям с ограниченными возможностями? Да, в принципе, OpenStreetMap дает немало данных для этого. Вот, все в стандартном формате. И любое предложение может использовать одни и те же данные для разных возможностей. То есть… Так, немного поговорили про рост приложения. То есть, вы развиваетесь внутри Финляндии, вы не планируете развиваться вне страны. То есть, если люди хотят то же самое сделать у себя, вот как с вами связаться, с чего вообще начать? Ну, для начала нам нужно сделать, чтобы наше приложение нормально работало у нас. Вот, но вообще, заходите, поставьте приложение, осмотритесь. Ну, и вы можете просто написать нам на e-mail и обсудим, что вы хотите сделать. Вы поминали, что вы хотите студентов для сбора данных? Они потом приходили или это была одноразовая работа? Да, это была одноразовая работа. Ну, вот, были, конечно, студенты, которые две недели хорошо поработали, хотели еще заняться третьей, но нам хватило, чтобы было. Расскажите про ВСМ-сообщество в Финляндии, как вы с ним работаете. Ну, это довольно активное, но маленькое сообщество. Вот, и, как обычно, оно концентрируется в большом городе. И Хессинки – это, наверное, самый замикромафленный город. Вот, так что, неплохое место, чтобы ввести новые концепции кортирования. Вот, так что, людям нравится кортировать входы. Вот они бы и оказались. Кстати, да, всем стоит приехать в Финляндию, проверить, что там действительно все замикромафлено. Еще один вопрос. Насчет интеграции с Вики-данными. Интересная тема. Ну, как это вообще будет работать? Ну, моя мысль была сделать элементы Вики-данных для входов. То есть, это будет такие постоянные элементы Вики-данных связать с входом в OpenStreetMap. Вот, то есть, если вы удалите вход в OpenStreetMap и сделаете его новой точкой, то связь сохранится. Вот, то есть, важно, что это стабильные идентификаторы. Что вас сейчас стоит спросить? Хотите что-нибудь еще рассказать про то, что вы изучили? Ну, я хотел сказать, мы сейчас сохраняем всю OpenStreetMap. И часть данных нам интересна, как используются входы. Вот. И вот эти фоточки, мы их тоже храним в собственной базе данных. И хотел узнать, ну, это не к нам вопросу. То есть, нужны ли вам эти фоточки, это дополнительные данные, чтобы интегрировать в OpenStreetMap? Или это слишком специфические данные? Ну, да, вы тут открываете ящик Пандоры, как нам добавлять фоточки. Вот, в общем, все это можно обсудить в комнате после выступлений. Кстати, в вашем приложении про эти приватности. То есть, если бы я жила в Хельсинки, вы бы сфотографировали мой вход? Да, мы много это обсуждали. Мы, в основном, работаем не там, где одиночные дома. То есть, мы не фотографируем отдельные дома. Больше это многоэтажки, такого типа общественного пространства или организации. Так что фотографию в основном делаем мы и наши летние студенты. И мы просим никого не снимать людей, всякие приватные вещи. Но, по идее, можно сделать автоматическое размытие информации. Ну, мы еще это довольно интересное. И данные используют, нет? Еще. Еще последний вопрос. Еще вопрос про выбор между вики-данными и вики-базой. Ну, пусть это сообщество вики-данных решает. Так, первое, что происходит в Финляндии с юристыми ребятами. Второе. Модель данных для фотографий. Поговорите. Вот. И последнее. Как мы делаем интеграции. Обсудите. Спасибо за вашу работу. Здорово. Спасибо. И какие-то закрывающие комментарии? Спасибо, что слушали. Встретимся в чате. Спасибо. И давайте перейдем к следующим докладам.